Привет, ребята! Евровидение 2018 уже через три... Через три недели. И давайте же обсудим, что будет происходить в Лиссабоне через три недели. В этом году у Русаждая целая битва красавчиков. За место самого смазливого пасека поборются. Украина, Беларусь, Норвегия, Швеция, Чехия. Чей красавчик красивее? Поет. Первая любовь твоей сестры Александр Рыбак снова выступит на сцене Евровидения. Снова победа или... не очень. Украинский певец Алексеев поедет на Евровидение от Белоруссии. Что же это будет? 12 баллов от Украины или гоньба? Давайте разбираться. Не секрет, что Евровидение смотрят очень много маленьких девочек. И сейчас все посмотрят на меня и такие... ну да. И вообще-то мне 19 лет, так что я не в этой категории. Потому что, конечно же, симпатичные парни привлекают внимание маленьких девочек и они за них голосуют. Поэтому сегодня мы рассмотрим всех главных красавчиков Евровидения 2018. И попытаемся разобраться, чья же песня лучше, кто симпатичней и кто выиграет Евровидение 2018. Итак, начнем мы, конечно же, с Меловина. Или Меловина? Меловина. Ты что? Я из Украины, мне такого нельзя позволять. Он представит Украину. Спасибо. Во втором полуфинале. И хорошая новость это то, что Меловин улучшил песню. Я послушала, ничего не изменилось. То есть, типа, английский стал лучше. Это хорошо, потому что, когда я дала послушать своему другу песню Меловина, он не понял, что это на английском. А он из Канады. Конечно же, мы все уже слышали песню Меловина ни раз, ни два и ни три. Но мы послушаем ее еще раз. Давайте слушать. Поехали. Вот пролистала комментарии, и под видео Меловина тут комментарии американца. I like it, though I'm struggling to really understand what he is saying. Just need to work on his pronunciation. И это очень неловко. Главное, чтобы не случилось такого, чтобы после выступления Меловина американец такой. Блин, круто, чувак, вообще супер. Только жаль, я украинского не понимаю, не понял, о чем песня. А песня как на английском. Поэтому Меловин, работай над английским, и все будет ума. Хорошая новость в том, что букмекеры пророчат Меловину третье место во втором полуфинале. Что, в принципе, хорошо, это значит, что он проходит финал, Украина будет в финале. Что не очень хорошо, это то, что букмекеры в самом финале пророчат Украине 21 место. 21-е, это не совсем то, что нам пообещал Меловин. А Меловин нам как бы пообещал первое. А когда он это сказал, я сидела такая, дурак. Зачем обещать первое место? Ну, типа, ты не можешь такого обещать. Ну, ладно, Меловин пообещал, и потом будут на него все гнать. Я только за, чтобы он выиграл. Но пока что букмекеры пророчат нам 21 место. Давайте смотреть конкурентов. Поехали. Давайте же вторым обсудим Алексеева, который украинец, но решил представлять Беларусь. Большой сказал, большой сказал. Насколько я поняла всю ситуацию, он вначале подавался на украинский национальный отбор, потом отозвал свою заявку и поехал в Беларусь. Ну, конечно, выглядит так, как будто бы он засал. Я думаю, что вполне Алексеев мог бы выиграть на украинском национальном отборе. Я не знаю, почему он так решил, что он не может. Будет представлять Беларусь. Когда я услышала его песню, я такая, где-то я уже это слышала. Эта песня, которую я слышала, это песня навсегда. Песня, которую он представляет, песня Forever. Окей. Скандал получился из-за чего? Из-за того, что вообще официально песня участника, чтобы участвовать в юброведении 2018, должна появиться после 1 сентября 2017 года. Его же песня «Навсегда» появилась и прозвучала на концертах в мае 2017 года, что, в принципе, нарушение правил. Но он типа ее изменил чуть-чуть, и как бы типа никто не заметил. Ну, ладно. Давайте же послушаем новую песню Алексеева «Forever». 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 «Forever» «Forever». 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 Я думаю, что 12 баллов от Украины он не получит. Ну, блин, может, получит. Не знаю, все так спокойно отреагировали на то, что она... Не знаю, я практически 200% уверена, точно получит 12 баллов от России. А что делать-то? Ну, как бы, я не знаю, за кого заголосовать. Мне очень нравится песня Алексеева, но я не уверена, хочу ли я, чтобы Алексеев принес победу Белоруссии, если он украинец. Ну, это странно, то есть, знаете, блин, зачем вообще такое делать? Могли бы... Алло, Мелавин, хочешь, давай ты в этом году, я в следующем, или я в этом, ты в следующем, типа, не могли договориться? Кстати, ну, вот я думала, что люди вообще в Украине, ну, все украинцы будут бомбить по этому поводу, потому что я, когда это прочитала, меня немножко бомбило. Но я посмотрела видео в Ютубе, девочка там расспрашивала реакцию, и просто у прохожих на улице Украины, как они к этому относятся, и большинство реально ответило, что вообще без проблем это его выбор. Ну, в принципе, да. Как бы, окей, давайте посмотрим по фактам. Алексеев выступит в первом полуфинале, в отличие от Меловина, и букмекеры пророчат Алексееву пятое место в своем полуфинале. Соответственно, в финал он точно пройдет. А вот тут уже становится интересно. Букмекеры в финале пророчат Белоруссии пятнадцатое место, то есть Белорусь пятнадцатое место, Украина двадцать первое. Не хотелось бы, как бы. А мы переходим к следующему красавчику. Давайте завязывать это всей политикой. Швеция. Швецию на Евровидении 2018 представит Бенджамин Ингроссо с песней Dance You Off. И есть повод для волнения, потому что он выступает во втором полуфинале вместе с Меловином, и ему букмекеры пророчат первое место. Давайте же посмотрим, что у него за песня. Но он симпатяшка. Швеция. Всегда отправляет симпатяга. Проверено. Смотрим. Симпатяга. Из Швеции. Свиде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Песня очень танцевальная. Я бы сказала, что под нее можно именно танц, 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 танц. Но мне кажется, что она не очень... Вот в ней нет такого типа момента именно... Ну вот, как Евровидение любит. Такая накал, 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 а потом бум, и все вместе такие... Но, короче, такого момента нет. Мне кажется, песня в целом очень... Очень одинаковая. Но букмекеры пророчат ему первое место во втором полуфинале. А в финале пророчат ему седьмое место. Седьмое. Поэтому пока что швед о всех обходит. Я считаю, что у Алексеева песня лучше. У Меловина тоже лучше. Короче. Бенджамин Гроссо. Букмекеры пророчат ему седьмое место. А мы идем дальше. Итак, следующий красавчик из Чехии. Миколас Джосеф. И он уже был в Украине. Он у нас выступал как приглашенный гость на украинском национальном отборе. Мы уже его слышали. И повод для волнения есть. Букмекеры пророчат этому красавчику в первом полуфинале второе место. А в финале третье. Что выше, чем у Меловина, Алексеева и Бенджамина? Давайте послушаем ее песню Lie to Me. Ну вы видите мою реакцию, да? Мне нравится этот поп-то-буб-да-буб-да-буб-да-буб-да-буб-да-буб. Не знаю, очень мило, наверное. Ну вот, нравится, нравится, нравится. Ребят, песня крутая. Хочется танцевать и самое главное, хочется подпевать. Реально, вот эти моменты. Хочется подпевать и это залог успеха на Евровидении. Давайте так. Миколас не самый красавец мира. И точно не симпатичнее Алексеева, Меловина и Рыбака. Но, но песня реально мне больше всего, наверное, по душе. Миколас Джозеф, Lie to Me из Чехии, это реальный конкурент для Меловина. Потому что букмекеры пророчат ему третье место в финале. Третье, Карл, нам пророчат 21-е. А Меловин вообще-то нам победу обещает. Камон, Меловин, мы ждем ответов. Ладно, не будем ни на кого не накладывать давление. Просто продолжим. Оставляем прекрасного Чеха. Это было прекрасно. И, наконец-то, мы переходим к нашему последнему красавчику, Александру Рыбаку из Норвегии. Он уже выигрывал Евровидение с песней. I'm in love, it's a fairy tale. Маэстра из-за этого научилась играть на скрипке. Он приехал еще раз. Выиграет ли он второй раз? Давайте же послушаем его песню. А с названием намекающим. That's how you write a song. Типа, я Александр Рыбак. Я знаю, как выиграть играете. Я знаю, как написать песню. Я вам такие быть. Покажу. Давайте же послушаем Александр Рыбак. That's how you write a song. If you've got a minute, get down your idea. Главное, я сейчас на него так смотрю. Главное, чтобы их с Алексеевым вообще в Европе не перепутали. Они реально на одно лицо. Только что он начал выступать, и такая... Алексеев? Рыбак? И это как вы write a song. Со своей шикарной улыбкой. Неплохой прием. Say scooby-roo, scooby-dub-da, и все такие scooby-dub-da, say all day long, и all day long, что все будут повторять. Ну, падла знает, как писать песни на Евровидении. Женя первый раз. Прохаваны. Честно, сейчас я думаю, что он выиграет. Блин, я никогда не смотрела все выступления до конца. Вау, такие моменты с этой скрипкой, такие пафосные, прям. Ой, ну блин, он так комфортно себя чувствует на этой сцене Евровидения, что ты уже начинаешь понимать, что он там все знает, он понимает, как это все делать. Ну, классно. Время идет, а он все еще очень даже хат. Итак, что же пророчит букмекери Александру Рыбаку? Александр Рыбак выставит во втором полуфинале, где и Меловин, и ему пророчат пятое место, что ниже, чем Украина. Я бы сказала, что у него есть большое преимущество в плане того, что, блин, это Рыбак, его все знают. И, соответственно, в Европе с удовольствием проголосуют за него еще раз. Очень странная штука получается, потому что в финале букмекеры пророчат Норвегии девятое место. Но во втором полуфинале они ниже, чем Украина, а в финале Украина получилась ниже. How does it make sense? Итак, ребята, давайте подытожим. У кого из этих пяти красавчиков больше всего шансов выиграть Евровидение 2018? По мнению букмекеров, на пятом месте из этих красавчиков Украина, Меловин. Все будет зависеть от выступления вживую и как тепло примет его Европа. Четвертое место среди наших красавчиков Беларусь, Алексеев. Третье место у Норвегии, Александр Рыбак. Второе место у шведа Бенджамина. Ему пророчат седьмое место букмекеры. Первое место. Больше всего шансов выиграть Евровидение среди наших красавчиков. По мнению букмекеров у Чеха. Миколас. Миколас. Пофиг на букмекеров. Эти букмекеры. Эти букмекеры. Шо нам эти букмекеры никогда ничего не угадывают. Сейчас вам Даша расскажет, как, я считаю, эта пятерка будет расставлена в финале. Я считаю, что пятое место будет у шведа, четвертое место будет у Меловина, потом будет Алексеев, потом на втором Александр Рыбак и на первом по-прежнему Чех Лай Туми. Это пока что вот то, что я считаю. Понятное дело, что не все еще представили свои живые выступления. И все будет зависеть от того, как они вживую выступят. Но вот такая борьба симпатичных смазливых мальчиков на Евровидение 2018. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Как вы думаете, чья песня лучше, Меловина или Алексеева? И кто из пяти красавчиков достоин победить Евровидение 2018? Уверена, у вас должны быть мысли по этому поводу. А я заканчиваю это видео. Спасибо большое за просмотр, мне было очень приятно. И я надеюсь, что у вас появится больше интерес к Евровидению, и мы все вместе будем наблюдать и болеть за наших участников. Пока!